Несколько тысяч жалоб в год. На протяжении двух лет цифра заявлений в приемный Росздравнадзора по региону растет в геометрической прогрессии. Недоступность медицинской помощи, нехватка лекарств. Эти причины стали поводом для проверки краевого Минздрава. Итоги начнут подводить в конце сентября. По жалобам мы вышли на четвертую позицию Российской Федерации, уступив только Алтайский край. На 100 тысяч населения уступив только Московской области, далее Калининградской области, дальше город Москва. В рейтинге по доступности и качеству медицинской помощи Алтайский край по итогам 2017 года опустился с 25 на 45 место. Причем регион вошел в пятерку лидеров, где ситуация ухудшается наиболее стремительно. Владимир Трешутин считает, что ситуацию невозможно изменить, пока не решатся проблемы с оказанием первичной медицинской помощи. В поликлиниках не хватает специалистов, особенно узких. Вот, к примеру, типичная картина типичной поликлиники густонаселенного района. Допустим, кардиолога очень долго ждали. Ну, все лето мы ждали эндокринолога. Практически вот только мы сейчас к нему попадем. Талоны на талонах, получается, в очереди очень долго стоим с маленькими детьми, это очень неудобно. То есть ни по времени, ни один врач не успевает, потому что талоны по пять минут разница. Есть просто безразличие, если не наш педиатр замещает, а другой кто-то врач, это безразличие. У нас так и было запущенной инфекцией просто. Поэтому пришлось, говорю, обращаться платно, потому что был критический случай. Но есть и хорошие новости. Наш регион стал лучшим в России по результатам мониторинга лекарств. По словам Владимира Трешутина, в аптеках крайне насчитывается даже 1% фальсификата. Сегодня не так остро стоит проблема с обеспечением препаратами тех, кто нуждается в палеоактивной помощи. Зато с получением бесплатных лекарств, положенных ВИЧ-инфицированным, онкобольным, страдающим туберкулезом или диабетом, ситуация оставляет желать лучшего. Десятидневный срок дается. В течение 10 дней, так называемый отложенный спрос, они должны заказать, пересортировать, понимаете, обеспечить. Мы пошли на проверки, пошли, начали наказывать и составлять протоколы. Сегодня на Алтае попасть в Росздравнадзор проще, чем на прием к врачу. Если жителю края не была должным образом предоставлена медицинская услуга или ему не выдают положенные по закону лекарства, он может обратиться в Росздравнадзор в будни с 10 до 16 часов. В случае необходимости ведомство осуществит проверку. За неисполнение требований надзорного ведомства больница будет обязана заплатить штраф. Ирина Корчагина, Андрей Печоркин, Николай Шелкон. Наши новости.